Лука Бертоне, персонаж из Mafia The City of Lost Heaven, является механиком, владеющий автосервисом в Нью-Йорке. Там он чинит автомобили или же оказывает иные, менее легальные услуги семье Сальери. Впервые появляется в пятой главе Честная игра, где во время катсцены ухудшает состояние гоночного болида вражеской семьи Морелла. Второй и последний раз по сюжету появится в шестой главе с гонками, где после их прохождения в качестве подарка, ибо он выиграл деньги на ставках, учит взламывать Ла Систер, затем Томми отправляется к городской мэрии, взламывает его и получает в свои владения. Отнюдь у Лукаса есть дополнительные миссии, в них будет награда в виде овладевания навыков взлома модели машин, которые не научат взламывать по сюжету. Давайте как раз и рассмотрим все дополнительные миссии Лукаса, но перед началом попрошу оформить подписку, ибо на канале будут еще информативные и полезные видосы по мафии. Первая миссия появляется в конце девятой главы, загородная прогулка. Берем задание и едем за ограниченное время предупреждать друга Луки о том, что за ним едет полиция. Возвращаемся и нас учит взламывать Ульвер Айрстрим. 1550 килограмм, 130 лошадиных сил и 145 километров в час. Едем к месту парковки, взламываем и забираем. Вообще все миссии Бертона сделаны по шаблому двух мини-миссий. В одной помогаем самому механику, а во второй воруем машину. Вторая миссия в конце десятой главы Амерта. Нужно избить одного нигерзавра за то, что беспределит на районе. Убивать или атаковать огнестрелом его нельзя. Причем об этом игра сразу не скажет. Сначала совершите косяк, а потом заставят вернуться в мастерскую, и уже там услышите заветное... Но я не хочу, чтобы меня связывали с этим. Тебе нужно было задать ему хорошую взбучку, никак не больше. Так что мудохаем Громилу и получаем информацию о машине. Тор 810 седан. Чтобы ее заполучить, придется взобраться в горы мажоров, а также встретить около нее охранника. Благо он один и без вооружения. Так что можно его вообще игнорировать. 1656 килограмм, 120 лошадиных сил и 150 километров в час. Третья миссия активируется в 15 главе Визио Джигаду. Местный Шерлопай района был ранен в перестрелке, поэтому его нужно доставить в больницу. Но он будет со своим корифаном-абрыганом, так что придется ехать на четырехдверной машине. И с ограниченным временем. Хотя даже если не успеете, в начале каждой миссии Луки есть чекпоинт. Так что заново за самим заданием ехать не придется. Подбираем... Немного долго подбираем больного и привозим к доктору. Машина знатно испачкалась кровью. Следственно, объясняем Лучку, что если тачка белая, то это не значит, что она прокладка. Получаем информацию о новой машине Бруно Спитстер 851. Припаркованная у парковки, где ее охраняет один человек, вооруженный пистолетом. Так что надо быть аккуратнее. Чекпоинт хоть и отправит уже к моменту, когда нам нужно забрать машину, и вести жмура снова не придется. Но все-таки снова ехать как-то западло. 1702 килограмма, 150 лошадиных сил и 166 километров в час. Четвертая миссия в 16 главе. Сливки общества. Причем сначала нужно отвезти Поли и Сэма в бар Сальери. Тут вообще много тонкостей. Во-первых, оба опюздала должны быть в машине. Соответственно, либо по пути к Бертоне, либо вовсе всю главу проходите на четырехместной машине. Потом нужно приехать к сервису, дабы услышать от Поли фразу. Эй, Том, я совсем замучился. Высади нас перед баром, а сам поезжай. И только после этого везем их в бар Сальери. И едем назад. У Луки, друзья, не менее опездыло, чем у Томи. Из-за чего те оставили машину с розыском полиции прямо здесь. Ее нужно отогнать и утопить. Утопить не в любом месте, а конкретно рядом с маяком. И напомню, все время за нами будет гнаться полиция. Даже если она нас потеряет, розыск возобновится. Но действует он только внутри машины. Мне дико повезло, и я прошел это с первой попытки. Ибо по пути мне вообще никто не попался. Так вот, ставим машину, крадем другую и сталкиваем, возвращаясь к чесночку. Получаем информацию по машине и едем за ней. Она припаркована около ресторанчика. Когда мы начнем взлом, то владелец и полицейские, вооруженные пистолетами, побегут навстречу стрелять в спину. Так что рекомендую перед этим воспользоваться аптечкой в сервисе, которая там есть всегда, кроме десятой главы. А машина... Келесте Маркуэ 500. Очень напоминает Джефферсон 42 из Мафии 2. У нее 1200 килограмм, 160 лошадиных сил и 170 километров в час. Пятая миссия в 17 главе. Перевыборы. За одним дружком скоро наглянет полиция, и нужно забрать его и привезти прям в сервис до истечения времени. Сначала я думал, что нас ждет сложная ебнутая погоня. Но нет, вся сложность только во времени. Получаем информацию касаемо машины, и тут прям вообще аппарат. Раньше я думал, что без шума ее взять нельзя. Эти педики сразу бежали поднимать тревогу и приходилось перестреливаться. Но оказалось, что можно им предъявить. Эй, хватит пялиться, еще поцарапаешь. Ты слышишь, что я буду? Нечего здесь глазеть. Убирайся. Я ничего не делал. Эй, не нервничай. Нам что, нельзя посмотреть на нее немного? Я знаю, как это бывает. Сперва поглядите, потом машины нет как нету. Убирайтесь. Ладно, ладно. И эти двое сразу же отходят, и мы спокойно взламываем и уезжаем. Машина прям имба. Именно поэтому ее выдают в 17 главе. Ведь после 18 у нас исчезнет доступ к гаражу. А по городу таких больше не найти. Да и она двухдверная. А в 18 главе для прохождения обязательно нужна четырехдверная. Соответственно, покайфовать не дают. Так что наслаждаемся сейчас. Ведь это мать его ла-систер В-16 Аполлон. Лошадиных сил 230. 175 километров в час. И... Есть вес, есть ангел, есть бес. А я тот человек, который пишет принцесс. Я бегу по этим трубам, обгоняясь, вид кота. Но у меня горит лицо, будто сбежавший из Вьетнама. Я на воле не в Минозе. И мой друг тут не вывозит. Посмотри назад, хохозник. Неки сзади паровозик. Чух-чух-чух. Шестая миссия в главе 19. Небольшая халтурка. Передаем посылку большому дику. Избавляемся от трех мафиозников на хвосте. И узнаем информацию про новую машину. Кстати, наверняка вам интересно, откуда горчичный берет информацию. А все просто. Это его клиенты с автосервиса. Так что ну его нахуй эти ваши сервисы с Авито. В общем, тормозим водителя, отстреливаемся и заполучаем тачку. Похоже на машину Сальери. Но нет, это другая Марта. Траутенберг, модель J. 1700 килограмм, 265 лошадиных сил и 185 километров в час. Седьмая последняя миссия в главе 20. Декаданс. Нужно тупо проследить за лярвой. Ведь она идет домой к врагу, который насолил Луки и еще нескольким людям. Вот и выясняем местоположение. А во владение получаем тор 812 кабриолет. Только прежде отстреливаем замок и убиваем собак. Поскольку те будут препятствовать взлому замка на машине. Касаемо самой модели. 1814 килограмм, 170 лошадиных сил и 164 километра в час. Кстати, интересный факт. В основной главе произойдет полноценная попытка вывести Тома из семьи. И все по сути из-за шлюхи. Ведь она вернулась в город. И как раз в этом доп-квесте нам тоже про нее напоминают. Как сам Лука. Она работает в отеле, который ты так круто разнес в 32. Так и локация, ибо ночная бабочка выйдет из отеля Корлеоне. А дойдет до дома около церкви. Возможно это намек, что Лукас тоже был в курсе всего. Но не подавал виду. Дабы не спугнуть Томаса из города. Что испортило бы план Сэма и Сальери. Вообще часто на его миссиях мы будем посещать места, которые связаны с сюжетными моментами. Вот в конце 9 главы мы забираем машину из Оуквуда. Именно туда мы поедем в следующей главе за предателем Фрэнком. Или же в конце главы Везет же гаду забираем машину с парковки, где проходила 12 глава Сделка Века. И при этом тут тоже есть связь между главами. В них семья Сальери как-либо лажает из-за Поли. В Сделке Века мы проводим сделку с мелким поставщиком-воришкой. А в Везет же гаду аж целых 2 попытки покушения на Серджио были предложены Поли. Такими вот были сайдквесты Луки Бертоны. Интересные, но сильно затянутые из-за большого количества поездок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...